Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели и пользователи. Мы находимся в центре Сангельс, меня зовут Майкл Мелехов и мы продолжаем передачи, которые связаны с тем, что называется финансы. И рядом с мной сидит Джозеф Розенберг, экономист, финансист и человек, который занимается семейными бюджетами и все, что с этим связано. Добрый день, Джозеф. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. И сегодня мы поговорим, мы будем продолжаем, так сказать, цикл наших передач, связанных с долгами. Долгами. Ну вот у меня сразу первый вопрос. Ну вот люди не могут выплатить долги, платят, платят, платят. Они все накапливаются, накапливаются, потому что существует такое понятие, как интерес rate, процент, который все увеличивается, увеличивается. Наконец уступает момент, когда денег нету, долги есть и человек объявляет банкротство. Является ли банкротство альтернативным способом списать эти долги? Значит, давайте скажем так сразу, потому что... Легально. Ну мы говорим только о легальной вещах. Я вам скажу сейчас большой секрет, что в Америке все делать легально много выгоднее, чем нелегально. Поэтому здесь очень мало людей делают что-то нелегально. Ну так вот, когда мы говорили о долгах, банкротство это только один из способов. И с определенной точки зрения, скажем, он очень эффективен и так далее. Но если бы он был один, не о чем был бы разговор вести. То есть у человека нет выбора, он идет только в этом направлении. В смысле банкротства? Банкротства, да. Но есть разные способы. Есть возможность выплатить долги через собственность вашего дома. Есть возможность погасить долги за счет какого-то единовременного займа. И в струе вот этих программ, которые в общем-то все, кроме банкротства, называется consolidation. Consolidation в том смысле, что вот все, если мелкие аккаунты собрать в один, это будет уже выгоднее. Потому что, скорее всего, вот этот единственный платеж месячный будет меньше, чем сумма этих платежей. Каким образом? Ну так получается. Так получается. Ну, ну, я объясню почему. Дело в том, что когда вы собираете в один аккаунт, в один счет все, то сервис, который каждый по отдельности банк платит, он сходится в один. А сервис тот же самый, обслуживать 10 тысяч, обслуживать 100 тысяч или миллион, услуги за сервис одинаковые. И поэтому вместо, условно говоря, 10 сервисов, платежей за сервис, мы платим один. Вот. На самом деле, если говорить о деньгах, это, в общем, по большому счету копейки. Ну, в общем, одна из причин, почему люди смотрят на это консолидейшн, потому что у них однозначно уменьшается платеж. И это они чувствуют сразу. Хорошо. Ну, есть такое понятие, когда человек должен по сумме, вот то, о чем мы сейчас говорим, должен где-то кому-то 20 тысяч, кому-то еще 20 тысяч. В общем, пять разных кредиторов, и он должен всем им по 20 тысяч. То есть, в сумме получается 100 тысяч. Получается, есть такая возможность заплатить, если их консолидировать вместе на 100 тысяч, можно заплатить меньше, чем 100? Ну, я еще до этого не дошел. Значит, я сказал о том, что если вы сами в состоянии, ну, допустим, вот у вас есть equity в доме, и вы взяли, вот у вас долг, вы говорите, 100 тысяч, но у меня в доме есть возможность открыть кредитную линию, скажем, на 100 тысяч, и я этой кредитной линии выплачу все долги. То есть, я никому не обращаюсь, я сам это сделал. Вот, так вот, ваш платеж будет однозначно меньше, и следующий момент, что очень важно, вы еще эту сумму будете списывать с ваших налогов. Но мы сегодня говорим о другой стороне консолидейшн, когда люди не только собирают все вместе, но и имеют возможность заплатить часть этого долга. Вот, так вот, это я и хотел спросить. Часть этого долга, означает ли это, что другая часть этого долга будет погашена каким-то образом? Именно. Именно так. Существует у нас в стране масса компаний, которые на этом специализируются. Обычно это такие старые деньги, это нон-профит организации. Это, пока нас никто не слышит, скажу, что в основном этим занимаются пенсионеры. В прямом смысле? В прямом. Потому что для того, чтобы организовать такую компанию, надо собрать такой очень небольшой учредительный фонд. А дальше все очень просто. Они скупают долги у кредиторов. А зачем? А очень просто. Кредитор... Ну, давайте скажем так. Мы немножко углубляемся в дебри. Чем опасен мне мой долг? Тем, что мне испортят кредитную историю. Но палка не бывает об одном конце. На втором конце сидит банк, который терпит ущерб не только из-за того, что он не вернул себе деньги, а то, что он не может закрыть этот аккаунт. Он не может сбалансировать его. И он у него все время сидит. И он за него тратит деньги. То есть это отражается даже на банке, да? А как же? Очень даже отражается. И поэтому ему выгоднее отдать эти деньги кому-то, у себя показать потери и списать их со своего дохода. Вот как. Банку это определено... И поэтому вот эти компании, которые... Collection компании, и компании, которые занимаются consolidation, они скупают эти долги, условно говоря, плюс-минус 10 центов за доллар. То есть они... Вот я должен 100 тысяч кому-то, да? Так вот они эти 100 тысяч выкупили, заплатив кредиторам только 10. Так если я должен сейчас банку 350 тысяч? Да. То есть я как-то могу это все... Можно это сделать, безусловно. Есть компании, которые... Вы только свистнете, они вам в очередь выстроятся. Так я уже начал свистеть. Не надо. Вы сначала мне свистнете, я вам расскажу, как это сделать. Дорогие друзья, вам надо свистнуть Джозефу Розенбергу через Сангейт-центр, и он вам расскажет. Но это правда... Я бы хотел... Не-не, во-первых, это не шутка. Соединенные Штаты? Я думаю, ведь понимаете, это продукт маркета, это продукт рынка. И рынок у нас, он в Китае, в Индии, в Бразилии, он везде одинаков. Только вопрос заключается в том, что... Ну сколько на него там разных цветочков наклеено. Понимаете? Даже в такой стране, как Советский Союз, где... Нет такой страны. В истории. Да. Вот. Которые считали, что они, так сказать, впереди планеты всей. Да. И там у них нет этих рыночных законов. Эти законы действовали вот раз, два, три. Вот так вот. Более того, они отчасток тем более действуют. Не, ну сейчас это уже другая страна, но просто, я говорю, что... Поэтому давайте, как говорится, вернемся. Хорошо, давайте. Если существуют вот эти компании, которые могут собрать ваши долги вместе и выплатить их, позволить вам выплатить их в половину, то, в общем, есть масса людей, которых это устраивает. И еще бы. По-моему, это common sense. Представитель, которого вы являетесь. С одной стороны. Вы знаете, за что я вообще экономист, я математическое образование. За что я люблю экономику и математику? Там не надо пользоваться большими цифрами. Там цифры, знаете, так, один, два, ноль, минус один, минус два, все. Дальше начинается арифметика. Я там небольшой специалист. Так вот, в чем интерес? Когда мы говорим, что, вот вы говорите, я из моих трехсот тысяч сэкономлю 150. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Ну, так как? Это этим путем. А вы не попробовали, может, каким-то другим путем пойти? А что, есть еще и другой путь? Ну, другой путь, я говорил, что это, легально, легально, банкротство. Банкротство? Я просто говорил, что сам по себе... Не-не-не, банкротство не пойдет. Секундочку, секундочку. Сам по себе... Я на кошечку, простите. Сам по себе продукт, нельзя сказать, что он очень хорош или очень плох. Это такая оценка эмоциональная. Но если мы говорим об объективной оценке, мы должны сказать, что он хорош в сравнении с чем-то другим. И поэтому то, что действительно, на первый взгляд, вместо 100 тысяч заплатить 50, ничего плохого в этом деле нет. Это хорошо. Но в то же время человек, который в это дело вовлекается, он должен знать еще некие моменты, которые присущи этой процедуре. Понял. Ну, давайте я просто расскажу, что это такое. Давайте. А потом я свистну. Во-первых, когда мы договариваемся с этой компанией, которая собирает нам долги и позволяет, скажем, вздохнуть наполовину, они через год на вот эту разницу пришлют мне формочку, с которой должен будет заплатить налоги. Ну, допустим. В смысле, экономия моего долга. Да, то, что я не списал, то, что я списал, мне приходит в качестве дохода. Ага. Значит, я как бы и заработал. То есть, получается, 100 тысяч я должен, мне скостили 50 тысяч, но я должен заплатить налог с этих 50 тысяч. Да, с этих 50 тысяч мне придет формочка. А налог это будет, ну, 20%? Это не фа... Нет, нет, нет. Налог будет зависеть от вашего income break. Ну, понятно. То есть... От моего дохода за год. Да, от вашего дохода. Ну, во всех вариантах это будет значительно меньше, чем я. Безусловно, безусловно. Больше того, у людей, которые имеют свой собственный бизнес, и у них есть возможность, так сказать, агрессивно списывать доходы, я думаю, что эта цифра может будет провалиться в этой... В общем, может, они ничего не заплатят. Но для тех людей, кто платит, получает зарплату, как говорится, salary person, я думаю, что им надо будет заплатить. Ну, в любом случае, с 50 тысяч, ну, человек заплатит в черном варианте, или, знаю, там, 10 тысяч. Я понял. Хорошо. Поехали дальше. Поехали дальше. А следующий момент, он более, так сказать, жесткий. Опять же, для разных категорий наших людей. Дело в том, что вот эти остальные 50 тысяч, они же не могут мне сказать, вот мы тебе 50 тысяч скосили, теперь давай нам 50. Нет. Они мне дадут payment plan, который растягивается, в зависимости от суммы, обычно от 3 до 5 лет. Так, сейчас я хотел уточнить. Значит, то есть мы, нам дают скидку, ну, в общем, 50%, короче говоря, да? И на оставшиеся 50% нам составляет payment plan. Payment plan. То есть сколько мы должны платить, выплачивают эти 50 тысяч. Причем это, можно договариваться, они могут нам дать несколько option на 3 года, на 4 года, на 5 лет, выберите то, что вам удобно. Ну, так вот, и опять же, с первой точки, с первого взгляда, это, ну, поди плохо, я эти 50 тысяч, платя там по 100 долларов, выплачу там за 5 лет. Без интереса? Нет, там нет. Уже, какой же интерес, если вам 50 тысяч списали? Ну, мало. Нет, 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 там нет финансирования. Там нет? Нет. Вот. Прекрасно? И все вроде бы хорошо. Прекрасно. С первой, на первый взгляд. Но дело в том, что в течение вот этих 3-5 лет, вы находитесь в состоянии коллекшн. В течение этих 3-5 лет, ваш кредит нельзя исправить. В течение этих 3-5 лет, вы не можете получить финансирование. В течение 3-5 лет, вам закрыты двери, даже кредитной карточкой на 300 долларов. Понял. Понимаете? А, хорошо, значит... И это плохо. Да. Ну, еще раз, у нас есть право выбора. Опять же, все познается в сравнении. Вот у нас сегодня совсем плохо, так? У нас есть такой вариант. Мы его рассмотрели, этот вариант. Но, оказывается, у нас есть другой вариант. Нет, ну, банкротство у меня всегда, это бейсбольная бита. Оно у меня всегда, так сказать, лежит рядом с сиденьем. Клиента. Который пришел. Любого клиента, да. Поэтому мы можем разговаривать с банками вот с такой позиции силы, ибо наше законодательство федеральное, оно нам дает на это право. Хорошо. Джозеф, вот это, в принципе, тема нашей сегодняшней передачи, да? Если мы, в принципе, закончили. Тогда у меня к вам такой вопрос. Я полагаю так, что для наших радиослушателей, телезрителей это тоже, возможно, интересно будет. Трех-пяти лет, пока длится этот план, и пока не выплатилась эта сумма. Есть ли какие-то альтернативные способы в течение этих трех-пяти лет улучшать свою кредитную историю? Нет. Нет. Кредитную историю, я вам хочу, опять же, мы на это говорили, я просто хочу напомнить. Кредитную историю можно улучшать, если исходное, базовое состояние, вот в тот момент, когда мы решили ее улучшать, там нет ни одной, ну скажем... Задолженности. Не то, что... Долги, пожалуйста, но чтобы они были регулярные. То есть, долг на коллекшн в 5 долларов не позволит мне начать улучшать мою кредитную историю, и долг на карточках в 100 тысяч позволит мне это делать, если у меня нет, ну скажем, нарушений в выплатах. Регулярность признак постояльства. Это очень тонко, я сам ничего не понял. Это сложно. Это сложно. Ну, хорошо, тем не менее, дорогие друзья, очень интересная, мне кажется, сегодня была тема нашей беседы, поскольку я теперь понял, что как мало я знаю, я вообще-то проживая 25 лет в Америке. Если я знаю, что я мало знаю, это уже хорошо. Кто-то говорил, помните? Кто-то говорил. Да, поэтому, дорогие друзья, мы здесь и находимся для того, чтобы больше узнавать. В этой связи у нас находится сегодня Чудзов Фрозенберг, который нам помогает. Можно сделать такое резюме. Да, конечно. Во-первых, как бы я сейчас не заводил до нуля вот эту программу Consolidation, она существует и она активнейшим образом в Америке используется. По другой, по той причине, что не всегда деньги есть главное. Есть люди, которые работают на такой работе, где нельзя. Если он объявит банкротство, он потеряет работу. Очень часто связано это с лицензированием там и так далее. Второй момент. Это может быть связано с тем, что человек прошел через процедуру банкротства там не очень давно и второй раз не может ее повторить. Это может быть связано с какими-то семейными делами. То есть, есть масса объективных причин, которые говорят о том, что банкротство неприемлемо. Например, достаточно большая категория госслужащих, объявляя банкротство, лишает себя работы. Понятно. Поэтому, значит, оно существует. Но, тем не менее, мы должны понимать, что для тех людей, для которых нет вот таких, как бы, социальных ограничений, не связанных с финансами, а именно социальных, все время есть альтернатива. Если мы сравниваем банкротство и Consolidation, мы должны сказать, что банкротство, безусловно, вы затратите много меньше денег, чем на консолидацию. Во-вторых, это быстрее. Это очень важный фактор для того, чтобы начать восстанавливать свою кредитную историю. Но альтернативы всегда есть. Понятно. Спасибо большое, дорогие друзья. Друзья, эта программа была очень интересная, на мой взгляд. Если у вас будут вопросы, вы видите, кому их задавать. На ваших экранах есть... Пишите. Да, есть e-mail, есть номер телефона. Сейчас легко позвонить, в общем-то, из любой страны в другую. Это совсем недорого стоит. Можете напрямую звонить. Ваши телефоны, наши телефоны есть у вас на экранах. Мы благодарим вас за внимание. Желаем вам всех-всех благ материальных и не только. И благодарим Джозефа Розенберг за очень интересную передачу. Спасибо. Спасибо, что я с вами с вами. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok